Больше похоже на летучую мышь какую-то Глаза эти расположены с внутренней стороны крыльев Ну что ты, психушка! Нападать на меня! И она типа маскируется на мое лицо, мне безумно страшно Практически нападает на мои пальцы, руки и вот Привет, я Ани Мэджик И сегодня снова в этой комнате нет со мной моих собак и кошки Они играют в соседней комнате и другие питомцы тоже Потому что здесь обитают невероятные создания бабочки, которых мне подарили И вот мы так долго ждали, ждали и дождались наконец-то, ребята Наш бабочкарий окончательно опустел Потому что родилась последняя, самая необычная бабочка из моей фермы Калиго Мемнон или бабочка-сова И сегодня я покажу, как это было А это было просто невероятно И расскажу, чем же она так кардинально отличается от всех остальных моих бабочек Чем она так необычна Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики о самых разных моих питомцах И начнем Ну вот она улетела и теперь у нас с вами будет челлендж найти ее Потому что у нее есть такая привычка прятаться в каких-то труднодоступных местах И да, ребят, не пишите ничего в комментариях про мои волосы Потому что у меня они кудрявые, я их отращиваю и пока еще не придумала, что с ними сделать И не забывайте, что я вас жду 5 мая в Крокус-экспо на выставке Евразия на стенде Платинум Я буду там с 10 утра, так что сможем с вами пофоткаться, пообщаться Вас там ждет приятный сюрприз Так что всех вас приглашаю, поклонников всех моих каналов Так вот, по прошлым роликам, если вы их не видели, обязательно посмотрите Вы уже знаете, что у меня родились одна из самых красивых бабочек в мире Морфа Ядовитый парусник Кацебу по имени Редди И бабочка-гигант парусник Румянцева Ева А вот два малыша, к сожалению, не выжили Балина родилась инвалидом, а парусник Леви не смог пробить кокон и, можно сказать, даже не родился И это у бабочек, к сожалению, довольно распространено, такова природа Она бывает прячется где-то вот здесь за шкафом Бывает прячется где-нибудь в шторах Еще может прятаться где-то вот так вот по углам Про стол я попозже вам расскажу, это очень интересный момент Очень любит сидеть за вот этим вот шкафом И да, я нашла малявку, иди сюда Я потом расскажу вам про ее характер Он вообще другой, не такой, как у всех бабочек, очень сложный Ставьте лайк, ребята, если хотите дальше наблюдать за жизнью бабочек И напишите заодно в комментариях, что вам больше всего интересно про них узнать А сейчас мы посмотрим, как родилась эта красотка Уже выпускает хоботок, хочет кушать У Калига, по-моему, был самый необыкновенный кокон, ребят Коричневый, очень большой, оригинальной формы, как свернувшийся листок с серебряными метками по бокам Посмотрите, как к моменту рождения он изменился Бабочка-сова, как мне показалось, рождалась дольше всех Это рождение для меня сильно отличалось от остальных Предыдущие малыши мне напоминали чужих, каких-то монстриков А Соул была больше похожа на летучую мышь какую-то, чем на бабочку Она как бы вскрыла кокон, разделив его, и только потом вылезла Конечно, это ускоренная съемка нескольких часов Но само прямо вот вылупление из кокона происходит у бабочек довольно быстро Я даже отключу музыку и оставлю реальную скорость, чтобы показать вам самый яркий момент А теперь ей придется еще два часа провести в бабочкаре И за это время крылья становятся нормальными И ее вот эта вот большая попа куда-то просто-напросто исчезла Это мистика природы И только потом можно вытащить ее и помыть ферму Совушка наша пошла обедать в столовую Я вам сейчас ее очень близко покажу, и вы все сами поймете Потому что, честно, когда я только взяла ее на руку А она абсолютно ведет себя по-другому, не как другие бабочки У нее и другая внешность Мне показалось, что у меня на руке паук И сначала было противно Потому что у нее очень большие, толстые, такие пушистые Лапки с такими прям коготками, очень цепкие И я очень запереживала, как же я буду ее кормить Потому что вообще по инструкциям бабочку нужно взять за тельце Поднести ее к еде, начать ее кормить При помощи зубочистки вытащить хоботок И я представила, что этот хоботок такой же толстый, большой, пушистый Как ее вот эти вот большие паучьи лапки И мне стало даже на какую-то минуту противно Кстати, ребят, когда мы на днях ездили снимать обзор чужого дневника Найденного мной в этой гигантской заброшенной усадьбе Мы снимали на месте и увидели там каких-то черных шипящих бабочек С очень красивыми рисунками на крыльях Почему она такой звук странный издает? Рядом с ней сидит еще одна бабочка Так что сразу после этого ролика уже на моем личном канале Animagic Выйдет обзор этого чужого дневника с того самого места Ну и на канале моих питомцев Magic Pets тоже видео Хотя с каналом проблемы, но я все-таки решила его выпустить Вот оно Она еще любит сидеть на шторе Блин, закрыла крылышки Ну иди сюда Давай покажемся людям Почему эту бабочку называют сова, я думаю, вы и так уже сами догадались И если не в жизни, то на фотках видели таких бабочек с глазами на крыльях Эти глаза правда похожи на глаза совы Они могут отпугивать хищников или отвлекать их внимание от жизненно важных частей тела бабочки Но я, например, не знала, что глаза эти расположены с внутренней стороны крыльев И их видно, когда бабочка сидит, закрыв крылья А с внешней стороны у нее совсем другой окрас И тоже очень необычный такой И вся она такая как бы коричневатая, чтобы, мне кажется, прятаться на фоне дерева, например Эта бабочка сильно отличается от остальных бабочек из моей фермы Как я уже сказала, она намного крупнее И у нее такие крупные, толстые, покрытые волосками части тела У нее коротенькая, но при этом пушистая И как будто в полосочку, как у тигра, тельце Крылья у нее как будто тяжелые И она даже шевелит ими по-другому, не так, как остальные бабочки И у нее такие мощные, объемные прожилки на крыльях Их прям видно, как на листике Этой бабочке даже нельзя ночевать в коробке с другими бабочками Потому что она просто-напросто взмахом своих крыльев может повредить крылья остальных А еще у нее очень необычные полосатые глаза И когда передвигаешь камеру, она будто следит за тобой И очень такие толстые, плотные, длинные усики Не улетает, что даже странно Я позже вам расскажу про ее вреднючий характер Так вот, когда пришло время ее кормить В отличие от остальных бабочек, она очень сопротивлялась И я долго не могла ее никак взять Но с десятой попытки у меня получилось И я даже помогла ей понять, что это еда И это вкусно И все следующие разы она уже сама чуть ли не прилетала на сироп И кушала без моей помощи Доставала хоботок, распускала красиво медленно свои крылышки Кстати, многие спрашивали, где у бабочки рот и нос У них их нет У нее есть нижние челюсти, нижняя губа А верхние челюсти у них нет И самое главное, это длинный трубчатый хоботок Он завернут в спиральку, когда они не кушают А когда кушают, они расправляют хоботок Погружают его в еду И также они высасывают нектар из цветов У бабочек вообще все по-другому У них нету шеи или носа Зато есть другие органы, которых нет у нас Если хотите, я как-нибудь расскажу Ну что, психушка? Ну что ты, психушка? Психушка Сейчас чуть дернешь пальцем, и она уже улетит Или начнет трястись и нападать на меня А еще сова активна именно в сумерках Утренних или вечерних То есть ранним утром, пока темно Она летает немного, может поесть А потом, расправив крылья, выбирает себе местечко где-нибудь За шкафом, высоко на шторе Или у меня на столе Видимо, потому что он похожего на нее цвета И она типа маскируется Или она садится вот на эту деревянную шкатулку С косметикой, то есть дерево Я ее брызгаю водичкой Два-три раза в день Вот так вот в течение дня Для поддержания влажности И потом после заката Вечером она уже снова становится активна И так до ночи А ночью она уже сидит, сложив крылышки Где-нибудь спрячется и ночует И вот почему-то, когда Ева у меня на лице сидела Или кто-нибудь другой Мне было не так страшно А когда Соу садится на мое лицо Мне безумно страшно Потому что у нее такие острые когти Это прям даже неприятно и больно Мне кажется, она хочет меня съесть Она наименее активно общается со мной Чем другие бабочки То есть она реально менее общительная Может быть, потому что она любитель сумерек Может быть, ей вообще не нравится Контактировать как-то с человеком Она прям, мне кажется, иногда даже проявляет Некоторую агрессию То есть она не любит сидеть на руках, как остальные Она сама никогда ко мне не прилетает Она не будет вот тут вот долго сидеть у меня Как остальные Ева, Морфа или Кацебу Она сразу улетает Ну, очень быстро, по крайней мере Она такая красивая И эти глаза у нее на крыльях Но иногда я ее даже побаиваюсь Потому что она Эти лапы у нее, как у паука И когда я хочу ее взять на руку Просто на пальчик подержать Она начинает прям трясти крыльями Размахивать, психовать Отбиваться от меня своими лапками Практически нападает на мои пальцы, руки И вот сейчас даже Я поднимаю тон голоса И она сразу такая Ух! Но удивительно, что она так долго сидит у меня на руке Конечно, от того, что она необщительная Она не менее классная бабочка, чем все остальные И она безумно красивая И самая большая Дай я тебя сфоткую для инстаграма Только не дерись! Не дерись! Ну что ж, будем дальше наблюдать за жизнью бабочек Может быть, придумаем какие-нибудь оригинальные эксперименты А вы переходите по ссылочкам на новые ролики На остальных моих каналах И увидимся 5 мая в Москве